Ну что же, коллеги, наверное, мы будем начинать. Мы проводим пресс-брифинг, посвященный процедуре общественного наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Сейчас вы находитесь в здании Общественной палаты Российской Федерации, которая, согласно законодательству Российской Федерации, осуществляет общественный контроль за выборами, в том числе и за электронным голосованием. Аналогичные, может быть, чуть поменьше, а где-то, кстати, и чуть побольше общественные штабы и центры открыты во всех 85 регионах Российской Федерации. Также, как и здесь, они оборудованы специальными экранами, на которых будут выводиться данные, прежде всего, наблюдения по камерам, которые вы сзади видите, и, естественно, данные по процедуре электронного голосования в тех регионах, где у нас предусмотрено электронное голосование. В дни выборов здесь будут все дни выборов за день, да, и день после будет работать наш ситуационный центр, где, откуда будет координироваться общественное, независимое общественное наблюдение за выборами. Наши наблюдатели на избирательных участках, мы сможем по этим камерам видеть, где, что происходит и как на избирательных участках, и, конечно, контроль за электронным голосованием. Мы будем использовать так называемую процедуру, так называемый электронный сейф-пакет Общественной палаты Российской Федерации. Что это такое? У нас будут специальные программные инструменты для того, чтобы каждый день голосования сохранять всю базу данных блокчейна. Естественно, у нас не будет возможности определить, кто именно голосует и как голосует, но у нас будет возможность весь объем информации без расшифровки сохранять, но и в присутствии общественности, в присутствии средств массовой информации будем его сохранять, и на следующий день в режиме онлайн проверять, изменилось что-то за это время или нет. И точно так же на следующий день после голосования мы проведем проверку целостности всего объема голосования, электронного голосования за эти дни. Также здесь у нас будет работать техническая группа из наших специалистов, которые разбираются в дистанционном электронном голосовании.